Друзья мои, мы со всем с вами не канал про то, как приготовить разные продукты, как использовать разные рецепты. Если я вам что-то и рассказываю в разделе магическая кухня, то в этом блюде, про которое я вам рассказываю, конечно есть что-то магическое, что-то полезное и что-то, которое вам когда-нибудь может быть уже прямо сегодня или завтра пригодится. То есть я вам не рассказываю про то, как приготовить какое-то блюдо ради того, чтобы просто его приготовить и потом съесть. У нас всегда есть определенный подтекст и у нас всегда в этом есть определенный магический смысл. Смысл сегодняшнего рецепта, про который я вам сегодня расскажу, то есть с одной стороны он также относится к военным. Главная сторона, что сегодняшнее блюдо, сегодняшний наш бутерброд из селедки или любой другой рыбы можно использовать в нем, он очень-очень именно магический. Для того, чтобы вам понять, что, как и зачем готовить, мне придется вам рассказать предысторию. Так что немножко потерпите, но зато, уверяю вас, вам точно будет понятно, что, зачем, как и вы точно захотите готовить такую рыбную закуску для себя и своих женщин. Немножко предыстории. Как вы помните, еще в предвоенной Германии перед Второй мировой войной было создано такое подразделение научно-оккультное, которое называлось Ананербе, в дословном переводе «Наследие предков». Смысл его был в том, чтобы собирать различные артефакты, собирать различные магические системы, изучать их и дать обоснование величию немецкого народа или, как писали в официальных документах, германской нации или индо-германской нации иногда, но никогда в официальных документах вы не найдете слово «арийских народов». То есть это не употреблялось где-то в быту, в бытовой разговорной речи слово «арийцы» или «арийские народы» оно применялось, но ни в одном официальном документе Третьего Рейха вы такого выражения «арийцы» или «арийские народы» не найдете. Вы, наверное, знаете, что Ананербе отправляло научные и военные экспедиции в разные части мира, больше всего известные экспедиции именно в Тибет. И именно в тибетских монастырях немецкие экспедиции почерпнули те моменты технологические, которые мы с вами сегодня используем каждый день. То есть в данном случае я говорю про наши знания о том, что мы можем выходить на разные системы животных, получать энергетику в свое тело этих животных, через них проходить вверх на высшие слои психосферы Земли и объектов космоса, а также мы можем выходить вниз в те моменты исторические, то есть момент времени и момент пространства, когда эти животные родились, и та территория Земли, те особенности ее, луны ее или еще прочие какие-то, раджа, солнце, имели возможность воздействия и влияния в момент зарождения этих существ. И выходя на эти древние исторические пласты, мы получаем некоторые преимущества в своем теле в зависимости от того, какова особенность животного и каковы особенности момента его рождения по территории, по месту рождения, так сказать, и по энергетике того времени. И вот одним из таких животных, которое обитает в морской среде, было в то время еще найдено такое, я его называю животным, хотя это официально называется рыба-пила. То есть одна из древнейших рыб, которой по сегодняшним данным более 600 миллионов лет она существует, то есть она до динозавров пережила всех динозавров и существует до сих пор, то есть родилась она примерно за 600 миллионов лет назад, то есть это тогда, когда вовсю было у нас второе солнце, раджа, солнце, когда был другой климат, когда были другие материки на земле и прочие-прочие вещи. Вместе с рыбой-пилой были, естественно, изучены акулы, киты там и прочее. Но немцы для себя выбрали именно рыбу-пилу, как существо, которое по своим энергетическим характеристикам оптимальным образом сочетается с теми людьми, с теми, кто действует под водой, кто плавает под водой, кто ведет боевые действия под водой. И в первую очередь это боевые пловцы. Для боевых пловцов того времени оптимальным является именно использование энергии рыбы-пила. Подключаясь к ней биоэнергетически, можно использовать, увеличив силу и возможности действий под водой примерно в два раза. Это все изучила организация АнНРБ. Все документы по подобным исследованиям, как мы с вами не раз говорили, после войны достались американским войскам, частично советским войскам, но в основном они были скрыты немцами в швейцарских Альпах, в пещерах, специально построенных бункерах. И к этим документам, скрытых в Альпах, в 60-е годы прошлого века получило доступ Министерство обороны Швейцарии. И, как мы с вами говорили, на этом был создан проект «Швейцарский партизан» или П-26. И добытые в этих исследованиях некоторые практические результаты вошли в жизни и швейцарской армии, и швейцарского спорта, и швейцарской медицины. С тех пор прошло много времени. Была Германская Демократическая Республика, была Западная Германия. И на момент объединения Германии, правильно сказать, поглощения Западной Германией, Восточной Германии, вот эти два подразделения, которые одно относилось к Бундесмарины, то есть Западной Германии и Фольксмарины, которая относилась к ГДР, они соединились. Это было единственное подразделение из армии ГДР, которое в полном составе, со всем своим снаряжением, навыками и командирами, за исключением двух там предпенсионного возраста, перешло в состав боевых пловцов ФРГ. Подразделение боевых пловцов Камшвимер называется оно. Оно является самым эффективным, самым обученным, самым жизнеспособным. Ну и, наверное, самым технически и биоэнергетически продвинутым. Символом и эмблемой этого подразделения, как и когда-то давно, является по-прежнему рыба-пила. То есть сегодня вот эти вот ребята, вот этот отряд боевых пловцов, пройдя очень трудный отбор, очень трудную подготовку. Еще замечу, что это единственное подразделение, где при окончательном решении по приему кандидата в это подразделение, учитывается его астрологическая карта. То есть мнение астролога при такой комиссии, при зачислении является не последним. Это только вот в этом подразделении, то есть вот в этом, в том числе и его уникальность. То есть есть ребята, которые полжизни проводят в море и на поверхности, и в глубине моря. На море постоянно, как вы знаете, то ветер, то шторм. Зимой холодно. Летом тоже порой не особенно жарко, поскольку это не Средиземное море. База находится в Балтийском море у них. То есть есть вот такие боевые ребята, да, с трудной военной службой. Это одна сторона, с другой стороны у них есть эмблема рыбопила, с третьей стороны они энергетически подключаются к этой рыбопила. И естественно, что они не знают всего того, что знаем мы, ну может быть за исключением нескольких человек внутри отряда. Но, что они знают, что если они будут действовать так, как действует рыбопила, вести себя так же, питаться так же, то у них некоторые качества этой рыбопилы, замечательные, необходимые им, приобретутся ими. И таким образом они в своем меню создали вот как раз ту рыбную закуску, рецептом которой я сегодня делюсь с вами. Итак, что представляет из себя эта рыбная закуска и почему она так? Мысль, какова ее изначальная? Мысль проста, нужно уподобиться рыбепиллее. А что такое рыбопила, помимо того, что это очень древнее существо? Это еще существо и большое, то есть оно может достигать 5 метров в длину, веса до 3 тонн. И своим вот этим пилообразным носом, поворачивая его на 90 градусов за какие-то доли секунды, что фактически это даже не видно, она разрушает рыбу, раков, крабов рассекает и подсекает траву водоросли на морском дне. Таким образом, рыбопила чем питается? Она питается рыбой меньше себя, ну в первую очередь это селедка, а также любая другая рыба. Это ракообразные, то есть креветки, это крабообразные, то есть крабы, большие, маленькие. И это водоросли, в том числе морская капуста, которая растет на морском дне. Вот это и входит в пищу рыбопилы. И именно эти ингредиенты точно так же входят в состав вот этой нашей рыбной закуски. Прежде чем мы начнем с вами, друзья, я хочу выполнить просьбу вашу показывать некоторые упаковки продуктов. Ну и из тех, что сегодня мы будем применять, давайте посмотрим. Что касается крабов, крабы у нас вот такие сегодня. Что касается сгущенного молока, оно вот такое. Похоже, да, на ваше. То есть... Дальше есть у нас сгущенное молоко вот в такой вот упаковке. Четыре штуки. Если мы ее достанем, то выглядит она вот так вот. К ней обычно, вот к таким маленьким, да, прилагается печенье. Написано, печенье со вкусом сгущенного молока. Вот такое прямо к этой упаковке. Ну, конфеты. Красная шапочка. Корова Маша. Конфетки в Афре. Медведь. Конфеты. Ну, а квас, он вот такой у нас. То есть, все то же самое, что называется, вот он, здравствуй, глобальный мир. Почему у нас здесь все эти ингредиенты? Потому что все это рыба ест. А мы же собираемся быть рыбой-пилой. Значит, все, что она ест, мы тоже будем с вами есть. И теоретически станем тоже неуязвимой, могучей рыбой-пилой. Значит, в первую очередь, что ест рыба? Рыба ест селедку. Селедка бочковой засолки. Важно, чтобы вы ее видели с головой, с хвостом, с плавниками. Сами ее почистили. Это важно. Не буду расстраивать вас всякими рассказами, портить вам аппетит про химические добавки в современной торговле в рыбу. Поэтому контролируйте процесс полностью. Дальше. Рыба ест у нас ракообразных. То есть, креветок. Креветки наши, да? Рыба ест у нас крабообразных и крабов. Это мясо краба. Не очень его люблю, но рыба стелется по дну, прижимается ко дну. И со дна морского она ест морские грибы, морские водоросли. И вот это у нас морская капуста. Дальше. Нам потребуется лук зеленый. Можно брать и не зеленый. Но в данном случае лук зеленый. Он нужен для чего? Усилить вкус рыбы. Лимон или лайм. Я использую лайм для того, чтобы добавить капельки сока. Опять же, чтобы раскрыть вкус рыбы. Дальше. Нам потребуется некоторая основа. Здесь вы можете взять сметану для бутерброда. Это у меня такая помазанка. То есть, это что-то среднее, может, между мягким сыром, творогом и добавлением трав сюда. То есть, здесь называется помазанка, если так можно говорить. То есть, это такая намазка на хлеб. Вы можете использовать просто жирную сметану. Ну, и обычно используют яблоко или что-то похожее, или близкое к яблоку. Какой-то фрукт. Но в данном случае у меня здесь хрен с яблоком. То есть, я считаю, что это наилучшим образом подходит собственно сам хлеб, из которого мы сделаем то, что здесь семечки, это не важно. Берется черный хлеб, ну, или вот такой вот местный классический соль, масло и так далее. Что касается рыбы. Рыбу еще можно, собственно, селедку заменить на тунец. Видите, какой? Настоящий, цельный. Обязательно смотрите, чтобы был цельный без добавок в собственном соку, ну, максимум в оливковом масле. Потребуется нам масло оливковое, соль, перец. Все на этом. Белый хлеб. Зачем нужен белый хлеб? Белый хлеб нужен на тот случай, что если у вас народу много, а ингредиентов мало. Грубо проще говоря, рыбы мало. Поэтому вы можете размочить белый хлеб водой. Только не молоко мы с рыбой делаем, да? водой. И вы можете использовать этот размягший хлеб как наполнитель своего рода вот к этой рыбной массе. То есть, это все даст такой эффект. То есть, то есть, при этом вкус рыбы вот этого всего сохранится, но хлеб увеличит объем всего этого, если вам нужно то, что вы сделаете, делить на много частей. Прежде чем приступить, делается следующая вещь. Как бы так вам виднее было. Эта вещь состоит в том, что мы с вами берем стакан, берем сок томатный. Вот такой у меня наипрекраснейший томатный сок, да? И мы с вами сначала должны выпить. То есть, такая традиция. Прежде чем делать бутерброд и вот это вот готовить. То есть, мы должны выпить. Для чего мы должны выпить? Для того, чтобы вскрыть наше подсознание. Что мы с вами сделаем? Мы с вами выпьем вот такой вот кровавую мыли. Сделаем, но с маленькими некоторыми интересными такими дополнениями. То есть, смотрите, порядок такой. Мы сначала налили сок. Потом мы с вами возьмем вот такой соус. Ворчестерский соус. Для чего он нужен? Он опять нужен для того, чтобы у вас была не банальная кровавая мыли, а чтобы вы максимум вкуса из томатного сока извлекли и уменьшили очищение водки. То есть, мы берем чайную ложку вот на такой вот стакан вот так вот и размешиваем. То есть, обратите внимание, что это до того, как мы с вами нальем водку. Так, а водка-то у меня где? Так, нашлась водка у нас. Значит, водку мы берем только ту. я не говорю, что нужно брать абсолют. Мы берем только ту водку, которая сделана методом дистилляции, то есть, перегонки, а не ректификации, как у вас делают всю водку. Поэтому берусь утверждать, что скорее всего, ни одна ваша водка не подойдет, потому что она сделана методом не дистилляции, а ректификации. Поэтому купите абсолют. и у нас примерно вот так вот. Чудесненько получилось все. Расслоение видим, видим, ну и все. Ваше здоровье, друзья! теперь мы с вами приступим к следующему действию. И прежде чем его делать, хочу вам напомнить о таких двух вещах. Значит, у меня есть доска, о чем? О доске, да? У меня есть доска, на которой я могу резать хлеб, лимон, овощи и так далее. То есть, все, что угодно, кроме рыбы. Потому что, если я сейчас начну здесь резать рыбу, у меня нож будет в рыбе, у меня будет хлеб в рыбе, у меня все будет в рыбе. Поэтому для рыбы есть отдельная доска. Ну, или если вы, у вас одна всего доска, начинаете резать с любых других продуктов, кроме рыбы, рыба пойдет у вас в последнюю очередь. У меня доска с рыбой, чтобы я не перепутал, чтобы знал, вот у меня рыба. Поэтому, я ее отложу пока в сторону, поскольку у меня есть для этого доска. И займусь сначала хлебом. Почему хлебом? Потому что, включу сковородку, капну немножко масла на нее, немножко. Вот. Почему хлебом? Потому что, собственно говоря, хлеб у нас в данном случае и есть основа для нашего бутерброда замечательного. Вот мы, видите, его как отрезали. То есть, я ему, здесь большая часть у меня, а здесь я просто ему голову отрезал. Ну, при навыке можно вот эту часть даже не отрывать. Что дальше мы с вами должны сделать? Дальше мы с вами, ну, я голову оторву у него. Дальше мы с вами должны делать вот такую вот вещь. То есть, только не прорежьте до конца. То есть, я делаю такой вот квадратик внутри, чтобы вырезать ненужную мне, видите как, ненужную мне основу. Вот эту сердцевину. ну и дальше я вот это все вырежу здесь. Ну и в итоге вот такая у меня конструкция получилась, да, вот серединка, по которой все равно съедим. То есть, вот так вот, да, и крышечка такая. Вот это я сделал, вот это я сделал. Для чего? Я теперь это немножечко подогрею на сковородочке и для вкусноты. И потом дам остыть и промокну бумажкой, чтобы это не мешало. То мы с вами берем и у нас теперь на разделочку рыбка наша, да, рыбку мы делаем мелко-мелко. Но это только для того, то есть, мы ее можем вообще порубить в труху, но это нам нужно только для того, чтобы мы заложили это все в бутерброд. То есть, вот у нас получилась рыбка, я могу это сделать еще мельче, могу не делать, но по большому счету это мне не нужно. Я порезал лук, еще режем. Приготовим лайм наш. Немножко оживим. Вот. Что мы сделаем дальше? Дальше мы возьмем вот такую вот бумажку, я ее свернул в два слоя. Дальше мы возьмем с вами хлеб наш, возьмем его, чтобы он лишнее, это все промокнулось, и пока уберем. Теперь нам потребуется вот такая вот вещь, куда мы все наши ингредиенты и сложим, да? Мы сложим у нас нашу селедку, мы сложим здесь обычно вот так вот горстка лука, горстка морской капусты этих водорослей. Кстати, очень неплохая вещь. Немножко крабов, я их не стал отжимать, не рискнул убирать их собственный сок или чего тут, в чем тут они у нас. Вот. Ну и порцию креветок. Давайте вот так, хотела убежать. Вот, то есть это мы с вами все делаем. на один бутерброд. Естественно, друзья, можно сказать, что я мог это все очень мелко-мелко-мелко, как я и люблю, порезать на доске. И все это точно так же и в походных условиях именно так вы и будете делать. Да? У меня есть техника, которая из всего этого поможет мне сделать однородную массу. В этом есть фишка. когда мы немножечко это перемешали, вот здесь у нас настает момент лайма. лайма. Вот. И мы уже еще раз это перемешаем пасту с лаймом. Ну и смотрим, что же у нас получилось. У нас получилась вот такая вот однородная абсолютно однородная подвижная масса. Что мы сделаем дальше? Дальше мы с вами но опять же хочу сказать, что если вы хотите лучок оставить, чтобы красиво было или оставить креветки, чтобы красиво было или еще что-то, то оставляйте ради бога. Вот. Ну а мы с вами вот эту нашу помазанку мы ее возьмем и аккуратненько размажем по дну. Много не надо, потому что у нас будет много рыбы. Следующее, что мы сделаем. Вот здесь наша вторая вот то есть это то, что здесь было бы как кашица из яблок чищенных, но у нас получается здесь яблоки с хреном, чтобы опять же вот этот вот рыбный вкус усилить. Ну и главное наша делает нас видите, как сколько вошло, да? Какой минимум хлеба, видите, все расползлось нормально. Какой минимум хлеба, у нас и какой максимум. Вот если бы вы здесь были, видите как, немножко у меня потрескался, но ничего, да? И а то три рыбки и куча хлеба, а здесь у меня все вот такая вот. И мы ее закрыли вот так вот. Если нам нужно, можем завернуть фольгу или в пленку и взять с собой или положить в ланч бокс. Но обычно я пробую на этом этапе, что у нас получилось. Если мне недостаточно слоили в рыбе, креветках и прочих ингредиентах, то я и посолю и поперчу. Обратите внимание, что соль и перец я добавил в конце, а не тогда, когда эту кашу делал. Так, на мой взгляд, правильнее, потому что так вы можете реально контролировать вкус, иначе может получиться слишком солено или слишком перчено. На этом наш волшебный бутерброд имени рыбы пилы закончен и мы можем его закрыть, взять с собой, пойти смотреть футбол и наслаждаться вкусами морских обитателей. Ну и еще, друзья, смотрите, такая вещь, что я вам показал, что мы резали хлеб, и вы можете сказать, зачем так извращаться, да, с таким художественным вырезанием хлеба. Я показывал вам, как оно, так сказать, делается у военных моряков, да, но вы можете взять любой другой хлеб, вот есть, так сказать, новое достижение пищевой промышленности, это вообще белковый хлеб, и что мы делаем с вами, да, мы с вами берем нашу вот эту основу, помазанку, наносим ее, то есть то, что вы можете сделать на уровне вашей сметаны, то есть мы создаем вот такую вот основу, это у нас сюда пойдет, да, дальше, что мы делаем, мы берем с вами вот этот наш яблочный хрен, то есть здесь больше яблок, я почему не говорю, что вы, вместо того, чтобы кашицу из яблок делать, то есть мы берем яблочный яблоки в хрене, как бы давайте так скажем, так оно у нас правильнее будет, вот таким вот образом мы сделали, да, и мы что можем сделать, у меня вот есть еще один такой вариант вот этой вот рыбки, мы можем с вами, ну как вы это для себя и понимаете, да, сделать вот таким вот образом упрощенным типа бутерброд, ну, бутик как закуска к водке шнамцу, или что вы там будете употреблять, то есть это выглядит вот так тогда примерно, но когда мы вырезаем хлеб, у нас там получается минимум хлеба, да, и максимум вот этой рыбной массы, в этом как бы заключается фишка, но действительно так проще делать. Ну вот такой у нас сегодня рецепт, я думаю, что на вкус вам понравится, даже я не особый любитель рыбы, но этот бутерброд нравится даже мне, все выгоды подключения к протоядру земли и контроль клеточного уровня первичного нашего тела, а также лечение таких заболеваний, которые на этом уровне происходят, мы рассмотрим в следующих наших видео. Приятного вам аппетита и хорошего дня. !